привет всем дорогие друзья с вами я евгений бабанов и это проект другой мир наш мир огромен и полон тайн мы привыкли жить в суете современного мира погрязли в рутинных делах мы порой настолько завалены повседневными делами что верить в существование параллельных миров у нас просто нету времени рассмотрим как пример океан люди до сих пор за нашу казалось бы долгую историю не изучили его даже на 10 процентов а что говорить о четвертом а пятом измерениях параллельных мирах мы абсолютно ничего об этом не знаем эти тайны как и многие многие другие еще только предстоит открыть лучшим умам человечества пока что мы можем только верить и идти вслепую на ощупь исследуя потусторонние и сегодня я отправился в заброшенную усадьбу лапина чтобы в очередной раз столкнуться с необъяснимым вы уверены что готовы это увидеть ну что господа вот мы и на месте скажу так когда сюда приезжал днем записывать делать запись дрона все выглядело совсем по-другому вот самое главное еще что я не сделал я не нашел вход в дом надеюсь он здесь есть чтобы лазить по окнам честно говоря тан-тан-тан хорошо вход есть осталось только не сломать здесь ногу я думаю будет это будет победа ну если меня конечно же не придает крышей так скажу для справки недавно я сделал устройство которое позволяет делать звуковые сигналы которые оповещают меня о том что здесь находится высокий фон электромагнитного поля и вот где этот фон будет превышен соответственно мы попробуем записать эгф а также у меня есть еще кое-какая штука короче оборудование появляется новое так что качество будет на новом уровне какое стремное здание это 6 у меня в голове что-то уже я как обычно себя люблю накручивать перед этим перед этими выездами смотреть фильмы ужасов а потом идти и записывать контент так я буду короче нарушать час свою традицию я не пойду сразу наверх а прогуляюсь пожалуй к я по нижнему этажу и скажу я вам одну вещь вот это весьма меня не особо радует как это прямо надо мной на улице еще сегодня похолодало я забыл перчатки что мне служит перчатками это кофта капец тут все ветхое я скажу так варки наверное безопасно стоит а та часть дома вообще обвалилась так я немножко подвисаю вы не обращайте внимание потому что я пытаюсь полностью сконцентрироваться на том чтобы меня ничего не убило так оно это окно о не знаю слышно это было или нет ну вот здесь у нас пик активности есть прямо в арке наверное это не потому что я прошел рядом с проводами с какими-то ну ладно попробуем попробуем опа на звук опять так но вот эта комната соответственно она у нас попадает уже в точку где будем связываться с призраками а что это такое что там непонятно что-то жгли очень странная архитектура куча проходов а вот там выход выход из дома там диван этот стоит жалко я сегодня на ночевку не останусь ну что а собственно чё я парюсь я могу приехать сюда еще раз правда есть мы еще проверим насколько активно этот дом что сегодня даже я не готов просто морально спать в минус 11 это было днем соответственно чем может вообще до минус 15 опуститься температура так ладно рискнем и поднимемся на второй этаж такой такая сезотея кассе затея ну ладно чё делать это звуки лан звуки на заброшках нормальное дело чего а же здраво ничего не понять опа на опять есть сигнал на лестнице понял вас так вот здесь обрушенный пол ну не удивительно собственно ладно в эту комнату мы чуть чуть попозже вернемся давайте посмотрим что там еще есть так перекрытие стена замурована ну и ладно ну и ладно не очень-то и хотелось туда идти в общем до здания я обошел соответственно сейчас надо будет попробовать тогда записать эгф а соответственно еще раз я сюда тогда приеду и уже в следующий раз попробую заночевать в этом здании потому что за 10 минут прохода по дому я думаю вообще в принципе ничего не произойдет у нас странного а еще а еще опять же но много новшеств есть одна идея у меня хорошая которая я расскажу в следующем ролике как раз наверное когда буду ночевать там будет потрясный просто эксперимент я не знаю что из этого может получиться мне крайне стремно но тем не менее это все может сработать так еще раз сюда делаем возвращение а блин не хочу я ссылаться в эту комнату да и на этой территории да это не одно здание заброшенное так что мы попробуем поставить камеры посмотреть что из этого выйдет соответственно ну что поехали писать эгф сейчас точка у нас где-то была вот здесь отлично ребят сейчас я вам покажу что у меня здесь есть вот наша аппаратура для записи эгф соответственно раньше это было домашней приставкой сейчас это переделано блок для записи эгф специально переведенный звук на нужные частоты соответственно микрофон хороший для записи и блок питания в общем такая вот такая вот простая схема ну как простая я даже не знаю как она устроена если честно ну сейчас попробуем затестируем ну что поехали если здесь есть какой-нибудь дух скажи да или нет первая запись эгф дала нам ощутимый результат но все равно советую слушать в наушниках как я понимаю когда я делал настройку своего оборудования некие две сущности стояли рядом со мной и рассматривали что я делаю и один говорит другому это фильтр скорее всего имея ввиду мое оборудование через которое я буду делать запись эгф а другой скорее всего стоит где-то вдалеке не решаясь подойти и тот первый говорит ему мол вот сюда подойди а на следующей записи произошел очень смешной момент скорее всего тот кто стоит вдалеке подошел и представился каким-то кайзюком здесь наше мнение с моей девушкой разделились потому что ей слышится что кто-то говорит как не прекращается дождик не прекращается дождик а что думаете вы по этому поводу напишите в комментариях и обязательно слушайте в наушниках дух назови свое имя и дальше происходит просто нечто вы можете подумать что у меня шиза но так выстраивается какая то некая связь вопросов которая была задана, и на которые вопросы мы получили ответы. В общем, прилетает еще какой-то третий дух. Кричит «Умри!» и, возможно, как-то, не знаю, навредив или убив нашего кайзюка, и кричит «Свенельт, уходи!» И тут появляется еще один голос детский и кричит «Дождик!» Дух, ты знал первого владельца этой усадьбы? Дух, ты в силе проявить себя в нашем мире? Допустим, не знаю, издать какой-то звук? В этот момент меня настолько испугало падение какого-то предмета на первом этаже, что сердце стучало с такой силой, что отдавало в барабанные перепонки. Плюс ко всему меня прорвало на поток нецензурной лексики, хотя я понимал, что падение предмета в этом доме, ну, блин, оно может случиться в любую секунду. Да не может это быть! Это не может такого быть! Ну и ко всему прочему, я не ожидал услышать звук в полной тишине, к тому же после вопроса «Дух, прояви себя!» Что-то я не хочу сейчас туда идти и смотреть, что это упало. Конечно, я понимаю, что это всего лишь совпадение! Всего лишь совпадение! А, это я еще все записывал на АГФ, да? А на последней звуковой дорожке мы можем услышать, как кто-то тихим голосом говорит «Нету!» Возможно, это козюк, которому либо навредили, либо как-то ранили его. После чего, скорее всего, третий персонаж, который к нам прибежал, уткнулся прямо в микрофон и громко говорит «Убегай, но не упади!» Дух, если это ты сейчас издал вот этот звук, то, что там внизу что-то упало, ты можешь это повторить? Ну что, по сути, ничего не произошло. Соответственно, почему? Потому что я говорю, что это просто совпадение. Спасибо тебе, Дух! Ну что, господа хорошие, пойдемте вниз, посмотрим, что там свалилось. Покидаем этот второй этаж от греха подальше. Да, я думаю, однозначно, это место уже заслужило то, чтобы я сюда вернулся и провел здесь ночь. А также, если вы этого тоже хотите, накидайте лайков, пожалуйста. Мне очень приятно будет. Ну, я, честно говоря, не помню, что здесь как выглядело, но, соответственно, что-то здесь упало. А что упало, я думаю, мы даже и не разберемся. Следом попробуем еще зайти в комнату, где еще был... Так, арка. Это была какая-то арка. Я не помню, какая это была арка. Давайте посмотрим сначала здесь. Сейчас будем ждать сигнала. Так, а давайте вон туда пройдем. О, я здесь не был вроде, да, или был? Я что-то уже и не помню. Ну, ребята, это неудивительно, что в доме что-то падает. Потому что, ну, сами видите, в каком он состоянии. Так, конечно, это все кажется стремным. Потому что, опять же, если взять то, что... Пустим, это место вот я днем снимал на дрон. Ну, оно не вызывает вот такого ужаса какого-то банального. А ночью? Почему все... Ну, точнее... Почему некоторые говорят, почему ты снимаешь ночью, да? Господи. Да потому что, ну, днем, я говорю, любая там даже самая страшная заброшка, она выглядит, ну, просто красиво там. Что-то... Кто там? У меня это глючит. У меня вроде тихо. У меня уже все. У меня свои какие-то голоса в голове говорят. Не обращайте внимания. Так вот. Да что за херня? Здесь кто-то есть? Ага, вот, кстати, это и место. Так, сейчас мы попробуем еще здесь тогда записать эгэф только на мою другую штуку. Попробуем два варианта, так сказать. Я мысль не закончил, да? Да, я не закончил мысль. Потому что, говорю... Да нет. Да ну нафиг. Да ну реально, что ли, мне слышится это? В общем, ребят, заброшки ночью это совершенно другая тема. Если здесь есть какой-нибудь дух, скажи, да или нет. А кто говорит нет? Двадцать. Нас двадцать, ты сказал? Вверху или верно? Ребят, вот эта тема... Это пипец. Особенно то, что сейчас было наверху. Вот это стрёмно очень слушать. Вот реально. Дух, это ты сделал тот звук, когда я тебя попросил? Блин, вот эта тема, это пипец. Вот ряд... Мне вот такие вот сейчас мурашки, блин, везде проходят. Так, ладно. Я понял, это эксперимент хороший. Он помогает загнаться. Загнаться и почувствовать просто страх. Тебя бирает. Потому что ты не знаешь, что там. Мне светит. А, это портфель шумит. Я не знаю, что происходит вот в этой части здания, потому что мне светит в лицо фонарь. Банально. Я не вижу, что здесь. Здесь поднимается пар. Твою налил. Да, сейчас дико холодно. Ещё я немножко загнался так. Так, сейчас, ладно, будем выходить из дома. Воу, воу, воу. Господи, я думал, я в пропасть куда-то лечу. А, ребят, это пипец. Я не знаю, хоть это и не особо я тут долго нахожусь, но, блин, я уже просто под впечатлением таким. Сейчас нахожусь, когда, я не знаю, я один раз ночевал, когда на заброшке, и там тоже, там что-то падало, ещё что, я не знаю. То ли это место так влияет, то ли это... Я себя так накрутил. Это пипец. Мы, кстати, вот сюда не ходили, ещё не смотрели, что здесь у нас. Ай, блин. Пристройка. Не пристройка. Всё, ладно. Ну что, дамы и господа, этот ролик, я думаю, получился просто на 5 баллов. Я не знаю, меня переполняют эмоции. Сейчас поеду домой разбирать записи ГФа. Посмотрим, что нам ответил дух. Потому что, что мы слышали на спиритбоксе. Я отрывками так что-то уловил, но, блин, я уже походу себя настолько загнал, что мне просто капец как было стрёмно сидеть, потому что меня ослеплял фонарик, я не видел, что происходит по сторонам. Блин, у меня уже рот замёрз. Сегодня ещё дико холодно. Я оделся легко, забыл перчатки. В общем, это пипец. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Надеюсь, он вам понравился. Не забывайте подписываться на канал. Мне очень приятно, что вам понравился мой контент, который я снимаю. Я буду стараться улучшать его. Ну и будем двигаться дальше. Только к лучшему. Не забывайте подписываться, ставить лайки. С вами был я, Евгений Бабанов. А я в свою очередь вернусь в это заброшенное место и попробую провести здесь ночь, а также посетить постройки, которые находятся неподалёку. Всем пока.